Ребята молодцы, сегодня была единая команда. Роман Бегунов после игры взял первое слово, обычный тренер главный говорит слово, а тут капитан команды взял слово, сказал несколько слов ребятам. Хорошие эмоции, хорошие аплодисменты в адрес Романа за то, что так случилось, но сегодня была команда на футбольном поле и заслуженная хорошая победа, организованная оборона общекомандная, все работали. Поэтому заслуженная победа. Ваши вопросы. Вопросы по игре, пожалуйста. Среди фолл, Бегуновского футбола, Владимир Викторович, спасибо. Оцените момент с удалением команды Геннады. Фолл последней надежды. Да, если что, Бегуновский. Ну, если показана красная карточка, значит, судья расценил, как фолл последней надежды. Мое мнение, ну, а что мое мнение? Мое мнение, арбитр принимает решение. Понятно, что я, может, немножко видел по-другому, но я человек заинтересован в команде Динамоминск, поэтому, когда моего игрока удаляют, понятно, что я могу быть недоволен при судейском решении. Но арбитр работает, он выполняет свою работу, поэтому принято такое решение, его нужно было принять. Мы его приняли. Первый зад у Губай. Владимир Викторович, у вас три центральных защитных плеча сравниваны. Четвертый получил удаление. Вы, как я, опустили Селян на место центрального защитника. Для вас тогда это был единственный вариант? По сегодняшней игре это был вариант или выпустить Владислава Калинина в позицию центрального защитника, министра Романа Бегунова, или опустить Сашу с позиции опорного полузащитника в позицию правого центрального защитника. Мы выбрали второй вариант. А Владислав Калинин вышел, как вы видели, в конце второго тайма, уже когда соперник выпустил больших футболистов, под навал, чисто под длинные передачи, садовничий, лаврик пошел вперед. Поэтому понятно, что Гродно уже уповали на то, чтобы постараться выиграть верховые единоборства и уже непосредственно оказать давление в штрафной площадь. В принципе, был один момент, когда Савицкий был, бил, да, опасность линии вратарской. В какой-то степени повезло. А так перестроились на три центральных защитника и закрыли за счет одного центрального защитника, Владислава Калинина. Насытили середину поля тремя центральными защитниками. Пига стал ближе играть к Алакулу, потому что Алакулов был активен. Несмотря на то, что соперник уже в перерыве две сделал замены, а вы играли, к тому же еще и в дистанционном, вы начали замены делать довольно поздно. Вот игры их не диктовали? Всегда, чтобы делать замены по ходу тайма или в перерыве, обычно это какие-то обстоятельства есть к этому, принятию решения. Сегодня команда хорошо двигалась. Даже когда мы были в меньшинстве, мы хорошо двигались, перекрывали все зоны. Поэтому хорошее состояние было, и ребята работали и за романа, и на то, чтобы достигнуть результата, еще раз говорю. Да, понятно, что нам пришлось в контратакующей манере действовать, потому что Гродно и 11 на 11 в предыдущих матчах чемпионата, которые мы анализировали, достаточно много времени в позиционной атаке проводило. Понятно, что команда мастеровита, сбалансированная, состав сохранили. Естественно, что есть взаимопонимание. Поэтому в какой-то степени контр-игра, которую мы предложили, принесла свои плоды. Забили гол, были еще, может быть, до таких явных опасных моментов не доходило, но, по крайней мере, мы не сидели в глухой обороне и искали свои контр-аргументы. У нас еще вопрос. Владимир Викторович, в прошлом матче сентябрьской, в Дженте Аннекулах обнимала проблему Старо. Вы, когда это перед игрой сегодняшний обращали внимание, как вообще вы оцениваете действие команды именно на правом фланге обороны, в частности, вы не делаете? Мы готовились. Мы сентябрьскую игру прошлого года не анализировали уже, потому что это уже в прошлом, далеком. Мы анализировали те матчи, которые Гродно сыграл в чемпионате в этом сезоне. И кубковые матчи тоже с Минском были. Мы, в принципе, такой хороший анализ провели. Но Лакулов незаменимый игрок сейчас у Гродно. Я имею в виду с точки зрения его активности. То есть он не дает повода усомниться тренерскому штабу Гродно в том, чтобы его обменять. Поэтому он активен. Естественно, что мы давали определенную и командную установку непосредственно на теории, что нужно противодействовать правому флангу, левому флангу, извините. Там, где хорошо и Панте подключается, и Лакулов в широкой точке тоже действует. Парень индивидуально сильный, он эпизодически смещается в середину поля, то есть между линиями, в позицию инсайда. В основном на свободном пространстве, получая мяч, пытается обострить один-в-один. Сегодня было тоже достаточно таких моментов. В целом, Пигас Большего, я считаю, что хорошо справился. Хотя, да, он проникал в штрафную, были прострелы опасные, навесы. Но еще раз говорю, что по сути и по створу ворот защитники центральные тоже хорошо, отлично сработали. То есть, играя десятером, ну вот на мой взгляд, может я объективно, а может субъективно, это уже, но если объективно, то играя десятером против соперника, да, квалифицированного, я считаю, что соперник немного моментов острых создал на наших ворот, играя в большинстве. Я не буду говорить за других тренеров и за ту команду, которую представляла Деола в прошлом сезоне. Да, понятно, что у разных тренеров могут быть разные требования. Вот вопрос, насколько мы доносим информацию до футболистов по требованиям, игры без мяча. То есть, здесь важно понимать, что оставшись десятером, ну, оно само по себе ситуация диктует те условия, что нужно, как говорится, работать за того парня, которого удалили. Вот, то есть, двойная энергозатратность, ну, еще раз говорю, хорошее состояние было сегодня у всей команды, поэтому наши фланги в лице Деола и Паши Ситько отлично отрабатывали. Вот, поэтому здесь, я говорю, и по требованиям мы предъявляем к фланговым игрокам, что они у нас не остаются без оборонительных действий, они также работают и крайним защитникам помогают в обороне. Деола не исключение. Как было в Гомеле, это уже, ну, честно говоря, мне не совсем интересно уже, потому что это, опять-таки, это уже другая команда и другое тренерическое видение. У нас это было отрабатывать без мяча, в принципе, как и Ситько. Один, еще хотел бы спросить про Павла Мирошкина, насколько он давал сегодня, как он спрятался за мячи, когда в эстерной свече, давал ее возможность достаточно много увлекать в контратаке. И насколько он спрятался командой по старту сезона, насколько он выполняет за темы, которые были предъявлены в следующем? Ну, по первой части вопроса скажу так, что Павел Милешин, крупный нападающий у нас, да, учитывая антропометрические данные двух центральных защитников, здесь учитываются при выборе стартового состава много-много обстоятельств, которые я учитываю. Первое, это выход из обороны через длинную передачу, да, если команда прессингует, а Гродно, мы проанализировали, достаточно неплохо прессингует вверху, да, поэтому даже попадая где-то под активный прессинг, очень важно иметь антропометрически большого нападающего впереди, чтобы он навязал верховые единоборства. Павел Милешин у нас такой единственный на сегодняшний день, все-таки Володя Хвощинский не обладает такими антропометрическими данными, это первый момент. Второй момент, опять-таки, учитывается при выборе стартового состава и нападающего, конкретно центрального, это умение соперника играть на стандартных положениях в атаке, то есть нам нужен также Павел Милешин с точки зрения противостояния в единоборствах один-в-один, Лаврик, Садовничий, Пархоменко, но он сегодня не играл, дисквалифицирован был, потом Космынин, плюс Гвет, очень неплохо головой играет, то есть нам важно и этот момент учитывать. То есть, поверьте, подготовка к матчу, это не только выбор, вот нападающий есть там, я могу быть чем-то доволен, чем-то недоволен, вот эти все обстоятельства я всегда учитываю, вот, поэтому, в принципе, я доволен Павла игрой, единственное, что, конечно, мне бы хотелось, чтобы он на футбольном поле 90 минут целостно смотрелся, потому что бывают эпизоды, где он чуть-чуть, скажем так, теряет определенную концентрацию, из-за этого где-то в простых ситуациях бывают потери мяча, хотя они, еще раз говорю, свойственны, не свойственны ему в тренировках, чтобы он прямо так на ровном месте терял ничьей, вот, поэтому, вот такая ситуация. Ну да, Даниил Селинский у нас, в принципе, опорный полузащитник, да, мы рассматривали сразу же вариант с перестроением Саши Селявы в позицию права центрального защитника, а Даниила Селинского выпустить в опорную зону, вот, поэтому был такой вариант, но надо учитывать тот момент, что Даниил у нас новый человек в команде, он добавился в конце, он нет уже, после возобновления, не возобновления, а старта чемпионата, после первого тура у нас трансферное окно еще было открыто, и он добавился в конце трансферного окна, то есть в конце марта, вот, поэтому, конечно, определенный момент адаптации ему нужно пройти, плюс требования тренерские, плюс требования команды, которым нужно соответствовать. Вот, скажу так, что, разговаривая с ним, есть моменты, где ему немножко, ну, скажем, надо время, потому что где-то в Гомеле, в футбольном клубе Гомель были одни требования, здесь немножко другие требования. Я не говорю о том, что наши требования выше или в Гомеле ниже, нет, я не говорю об этом, я просто говорю, что чуть-чуть разное видение тренерское, вот, поэтому, с этой точки зрения, Даниэлу надо чуть-чуть еще времени адаптироваться. А так, в принципе, функционально он уже готов, потому что вначале, когда он к нам пришел, функциональное состояние немножко оставляло жила от лучшего. А выпускать игрока, который не до конца готов на 100% по функциональному своему состоянию, да, то здесь, как бы, это вопрос. Поэтому, вот, с этой точки зрения, мы все-таки в какой-то степени, еще раз говорю, я принял решение выпустить все-таки эту позицию другого футболиста. Ну, Владимир Владимирович, при, учитывая двух матчевых встреч, с Неманом, да, при выборе стартового состава, вы учитывали спору игру стартового класса? Ну, нет, мы понимали, что игра 3 на 4 у нас, через 3 дня на 4, воскресенье игра, да, но, опять-таки, проводить какую-то ротацию с изменениями, с большими изменениями в стартовом составе, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что нам не так просто было в начале сезона, у нас были определенные трудности, и кадровая, ну, наверное, кадровая трудность была с левым защитником до прихода Рая Лопеса, да, поэтому нам в какой-то степени приходилось из этой ситуации выходить, менять тактическую схему, искать какие-то варианты по составу оптимальному, да, и вот в этом определенном поиске мы находились вот этот весь старт сезона, да, и кубковые матчи, и суперкубок, и кубковые матчи с БТ, и старт сезона мы играли 3-5-2, у нас не было левого защитника, и нам нужно было вот этот поиск для оптимальных сочетаний найти, при этом добиваться результата максимально. Сейчас мы уже потихонечку, вот с игрой, игра в Гомеле, наверное, уже нам дала возможность перестроиться на игру с двумя центральными защитниками, Рай Лопес хорошо смотрится в позиции левого защитника, поэтому сейчас, наверное, мы будем уже возвращаться к своему, наверное, прошлогоднему такому варианту ведения игры позиционных атак, естественно, что и про быстрые атаки мы также забывать не будем.